Все ночи они проводят в подвалах. Жители Зайцева и его окраин круглосуточно под обстрелами. Спускаться под землю пенсионерам не по силам, но другого выхода нет. Супруги Лазовские так спаслись от обстрелов. Их историю продолжат наши корреспонденты. Пули на подоконнике Владимир Лазовский называет урожаем. Каждый день в огороде пенсионер находит новые. Боевые действия в Жованке не прекращаются ни на минуту. К выстрелам и взрывам Лазовские давно привыкли. Перед обстрелами их домашний любимец начинает скулить. Так было и неделю назад. Тогда снаряд разорвался совсем рядом. Как ударили в угольный сарай попало, он же стены поугибал туда, окна, рамы, все, стекла, это вообще нету ничего. Вон какие осколки. Видите, чем нас бьют. Ночевать в доме супруги не рискуют. Как сама не своя, я не понимаю, что делается. И давление, и все. И в дедушке давление постоянно одно, таблетки. Бегать в подвал пенсионеры устали, но деваться некуда. Долгими вечерами разговоры у супругов только об одном. Про внучек, чтобы они не знали этой войны. Чтобы в них все хорошо было. Чтобы оно уже быстрее закончилось. Чтобы перестали бить. В одиночестве пенсионеры живут два года. С началом военных действий дети и внуки покинули поселок. Правонучки два годика, им по семь. Второй класс пойдут. Это повесили, это все время не у нас на глазах. Улицы Жованки пустынны. Большая часть местного населения выехала. Но еще 250 человек здесь остались. Это у нас мобильная связь такая. Только когда привозят гуманитарную помощь Рената Ахметова, местные жители собираются вместе. В наборах выживания здесь особенно нуждаются. Света нет, газа нет. Дрова, уголь кончаются. Уже, можно сказать, кончились. Сидим в подвалах. Конечно, хорошо. Помогается нам эта помощь. Спасибо Ренату, где бы мы это все брали. Продуктовые наборы получают все жители поселка. Помощь от земляка всегда приходит вовремя. Он наш, украинский. Всем помогает. Хороший человек. Мы про него не говорим. Никто не помог, кроме Рената Ахметова. Никто. Ему спасибо. Большое спасибо. Мирным жителям в четырех сотнях поселков прифронтовой зоны мобильные волонтеры раздали 190 тысяч продуктовых наборов. За все время боевых действий на Донбассе штаб Ахметова выдал почти 9,5 миллионов наборов выживания. По обе стороны линии соприкосновения.